Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет шашлык. Открываем. Да-да-да-дам! Как это все красиво и аппетитно выглядит. Тут такой лаваш. Да-да-да-дам! Очень аппетитно. Я уже сняла и показала это все в своем инста-сторис. И здесь антрикот, который я обожаю. Я впервые вообще у них что-то беру. Я, если честно, думала, что будет просто шашлык. Я не думала, что так красиво они это подадут. Здесь еще рис мне положили. Я взяла двойную порцию. Здесь, кстати, положили лучок. Вот лучок я не люблю. Обалденно просто. Правда, я ждала очень долго. Почти полчаса я ждала. Мне показалось, что они вообще забыли про мой заказ. Затем мне уже принесли. Подумала, что в этом видео буду отвечать на ваши вопросы. Полазила в инстаграме. И там одна девочка спрашивает. Покупаю ли я сама все, что я ем в мукбанках? Либо мне это присылают на обзор. Ой, лук съела нечаянно. Я вам скажу так. По 99% я сама покупаю. Мне это сейчас не особо напрягает. Давайте этот лаваш вот так вот уберем в сторону. Если мне предлагают сотрудничество, мне предлагают что-то отправить. Все зависит от того, что за заведение мне предлагает отправить еду. Например, суши Баку. Мне бесплатно отправили суши. Я их просто обожаю. Я об этом и сказала в видео. В данном случае я сама купила. Ну, я просто осталась, если честно, в восторге. Потому что очень вкусно. Плюс еще они не говорили, что вот так вот все будет. Мы когда с Фатей снимали, она купила, можно сказать, в три раза дороже шашлык. Но нам даже не оформили это все. То есть просто тупо был шашлык. А здесь, например, капустка. Здесь помидорка. Вот. Я даже думала, с чем я буду кушать шашлык. А они уже в готовом виде мне принесли. Очень вкусно. Еще, кстати, прикупила то, что никогда не покупала. Это напиток от Чупа-Чупса. И он стоит, между прочим, в три раза дороже, чем обычная кола. И мне просто очень интересно попробовать. Открывайся же. Это газированный напиток. Это очень-очень-очень вкусно. У меня с клубникой и молоком. Газированный напиток белого цвета, похожий на молоко. Что-то интересненькое. Если никогда не пробовали, обязательно попробуйте. А мы с вами продолжаем. Не будем отвлекаться. Давайте вот так вот положу. Чтобы вам было видно. А то я как-то не очень удачна. Так. А, кстати, я же соус приготовила. Всегда я забываю про этот соус. Сегодня начала снимать неделю влогов. Конечно же, спросила у вас в инстаграме, стоит ли снимать. Не стоит. Все ответили, стоит. Но были и люди, которые против влогов. Но они против, потому что они хотят видеть на моем канале Мукбанки. Так вот, я хочу вас успокоить. Мукбанки в любом случае будут. То есть, если я буду снимать неделю влогов, это не значит, что неделя не будет мукбанков. Очень хорошо приготовили. Давно я не отвечала на ваши вопросы из инстаграма. Давайте приступим. Как ты относишься к азербайджанским традициям? Хотела бы ли ты две свадьбы? Кто не знает, кто не в курсе, в Азербайджане есть такая традиция. То есть, бывают две свадьбы. Одна свадьба девушки, в котором она бывает в разноцветном каком-нибудь платье. То есть, либо розовым, либо голубом. А уже на свадьбе парня, на свадьбе жениха, так скажем. Она бывает в белом платье. Мне, если честно, эта традиция вообще не нравится. Зачем наряжаться два раза? Зачем делать две маленькие свадьбы, если можно сделать одну большую? Обычно почему так делают? Если, например, сторона парня, например, обеспеченные девушки. И они хотят делать, например, в дорогом каком-то ресторане. А другая сторона, например, не хочет настолько тратиться. Вот тогда можно сделать две. А так, если честно, я в этом вообще никакой смысл не вижу. Представляете, девушка одевает розовое платье, у нее свадьба. Все мероприятие, она потом возвращается домой в этом же платье, снимает и ложится спать. А потом, через четыре дня, свадьба жениха, вот тогда она отправляется уже домой к жениху. Не знаю, по мне это как-то неинтересно. Еще, например, мне не нравятся традиции типа выкуп. У двери стоят подруги-невесты и требуют выкуп за то, чтобы они открыли дверь. Вот такие вещи мне тоже не нравятся. Здесь лучок, который я есть не буду. Смотрите, сколько здесь положили лучка. Знала бы, что здесь будет лук, я бы предупредила их, что не надо, не запаривайтесь. Я все равно это есть не буду. Так, это в стороны. Просто заела песня Джонни Комета. Следующий вопрос. Какую бы марку машины ты бы хотела? Интересный вопрос. Я специально стараюсь находить те вопросы, на которые я никогда не отвечала. Что касается машины, я считаю, что первая машина у меня должна быть какая-то супер бюджетная, которую будет не жалко поцарапать. Это может быть какой-то Hyundai или Chevrolet. Я, если честно, в моделях не особо разбираюсь машин. А вообще машина моей мечты это Jeep Grand Joroki, или как он правильно называется. Он мне очень нравится. Хотя Jeep'ы мне не очень нравятся. Мне больше нравятся седаны. Но именно данная модель, мне кажется, она просто идеальная. Идеальная. Чупа-чупс, конечно, меня удивил. Вот просто для пробы. Попробуйте купить и попробовать. Продолжаем. Самое интересное. Ой-ой-ой. Я себя чувствую хищницей. Хищником. 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 давайте это все уберем лучок весь мусор уберем это я тоже есть не буду потому что он очень острый как вы знаете я такое не люблю куда хочешь съездить к сожалению у меня родители не отпускают меня никуда одну они считают что со мной обязательно что-то случится кто-то меня украдет этим летом я очень хотела поехать грузию грузия буквально вот в двух шагах от нас но все равно мама там начала будь что-то случится если так рассуждать случится может и дома все что угодно но следующим летом я уже решила что я обязательно должна куда-то поехать с подругой с шелли оттуда наснимать вам блогов всяких мук панков так убираем это все в сторону острый перчик я кушать не буду мук панков расскажи про свои работы которые у тебя были до сегодняшнего дня я вам рассказывал что первая моя работа это васан хидмет в паспорт столе работа была связана с документацией очень интересно я вообще очень много законов там узнала все таки это государственная работа все было очень строго интересно после этой работы я практиковалась в торговой палате но это все что связано с налогами в общем мы занимались тем что выявляли людей которые не платят налоги а еще кстати я занималась аудитом да даже так очень интересная работа аудит но мне кажется все таки это мужская работа потому что иногда такие ситуации бывают ты заходишь в магазин начинаешь делать перерасчет и хозяин магазина выявляет свои недовольства потом я работала год в сети магазинов контакт хом помощником директора я работала в одном из самых крупных филиалов это была работа связана с проблемными клиентами это магазин техники кто не знает точнее сеть магазинов техники и понятное дело когда человек покупает кондиционер не знаю стиральную машину никто не застрахован от того что ему придется бракованный товар вот эти вот конфликтные дела разрешала я вместе с директором я скажу вам так я очень любила свою работу просто обожала и как то по глупости если честно ушла оттуда потому что там у меня были очень хорошие перспективы но все что не делается в жизни все к лучшему потом я работала в строительной компании на должности селс координат вот там был очень хороший коллектив я себя чувствовала как дома но дело в том что у моего двоюродного брата есть такая же строительная компания и тут задается большой вопрос зачем работать на кого-то если можно работать на своего двоюродного брата на самом деле это было нелогично работать на кого-то когда у твоей семьи есть почти такой же бизнес тупо реально да двоюродному брату очень крутой офис но вообще у меня огромный молодец но вы иногда можете его увидеть в моих инста сторис у нас с ним очень хорошие отношения и как бы так будет логичнее просто так последний кусочек шашлыка но все равно знаете ничего не сравнится с первыми деньгами когда я получила первые деньги это было 100 монат я была настолько рада настолько счастлива я не верила что я сама могу заработать деньги так так и а и ну где бы я не работала я всегда любила свою работу но больше всего я любила контакт хом когда я прохожу рядом с контакт хом мне как-то фигово становится слегка очень надеюсь, что это видео вам понравилось если это было так, то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а вам я желаю приятного аппетита всем пока